Не у всех с первого раза получается вдеть нитку в иголку, но, как говорится, было бы желание. За ошибки на этом мастер-классе никто не пожурит, наоборот. Наставница похвалит за смелость и покажет, как вышивать правильно. И делай наклонно, потому что получается, видишь, наклонно, как получается, как ёлочка. В Островском психоневрологическом интернате проживает более ста человек, инвалиды первой и второй групп. Но вышиванием увлекаются лишь некоторые. Пополнить их знания пожелала сама Фиолета Николаевна. Это её полная инициатива. Я её, конечно, поддержала с удовольствием. Потому что с ней знакомы три года. Я часто с ней общаюсь, разговаривала и рассказала о наших ещё подведомственных учреждениях. И она попросила меня приехать сюда. В интернат Фиолета Николаевна приехала не с пустыми руками. Несколько работ из её коллекции теперь пополнят местную импровизированную экспозицию. А вот здесь уже парк начинается. И у нас здесь парк просторгует тоже. Ну, я подумала, подумала, что вышить. Вот и рябину вышила. Видите, тут рябина. Вот, ёвочки. Цветы, насекомые, звери, портреты, пейзажи. Тематика работ самая разнообразная. Большая часть с религиозными мотивами. И это неудивительно. Желание вышивать пришло к ней во время посещения храма. Какое-то у меня вот вдохновение такое было, что что-то надо начинать от мне. И вот я с того времени и начала вышивать. Я начинаю, например, работать с вышивкой. У меня болезни уходят. Я не замечаю. Елена Истомина уже довольно опытная мастерица. Она занимается вышивкой более двух лет. Сейчас она работает над семистрельной иконой Богородицы. Работа только началась. И сейчас это не более чем замысловатая схема. Но вскоре на полотне появится изображение Божьей Матери, которую пронзает семь стрел, символизирующие горести и сердечные муки. Работы впереди много, но время Елену не пугает. А на мастер-классе получается изучать и новые техники. Для выставки вышивала. Вот эту розу я вышивала месяц. А икону Николая Чудоторса вышивала полмесяца. Я тоже вышивала гладью. Умею гладью вышивать. Потом из ленточки тоже учусь. Благодаря тому, что контингент на уроке в основном опытный, долгих и подробных объяснений не требуется. Девочки очень умные, очень такие послушные. И как-то стараются, у них старание есть взять эту вышивку. Вот видите, как они стараются. Быстро поняли. Сейчас я их обучила лентами вышивка и гладью. Вот еще буду показывать. Рококо называется. Через неделю такой же мастер-класс планируется провести в Филимонковском детском доме. В заключении урока проживающие в интернате и его сотрудники преподнесли Фиолете Николаевне небольшой, но весьма символичный подарок. Желаем вам неистекаемой энергии. Желаем вам здоровья, счастья вашим родным и близким. Спасибо большое. И дарим фиалу. 1 апреля в Расторгуевской библиотеке у Фиолеты Николаевны откроется выставка, где она покажет свои новые работы. Посетить ее можно совершенно бесплатно. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Максим Козлов, Анастасия Нурхонова.